Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже около 25 лет и продолжаю помогать вам делать это правильно. Сегодня будет экстренный выпуск по валютной ситуации после введенных санкций на Мосбиржу и на НКЦ. В комментариях многие спрашивают, что это прибудет с курсом доллара и евро, можно ли их будет купить и продать, нужно ли бежать срочно в обменник и так далее. В общем, давайте опишу перспективу по валютам, скажу, что буду делать сам и скажу, чего делать сейчас точно не стоит. Начинаю. Сразу после введения санкций Мосбиржа прекратила биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом. Банки в обменниках не все, но большинство установили дикие курсы. Пишут, что видели как раз вот курс 120 рублей даже выше. Покупать банки типа готовы были по 60 или даже по 50 рублей. Ну вот по сути такие курсы, конечно же, не отражают действительность. Отчасти они были рассчитаны на панику, но в основном их выставили просто как запретительную меру до прояснения ситуации. Уже сейчас курсы в обменных пунктах банков начинают возвращаться к адеквату, то есть к более нормальным значениям до 100 рублей за зеленый. Ситуация постепенно устаканивается. Финансовые власти, ЦБ, Мосбиржа готовились к подобным санкциям. Я об этом говорил у себя на канале еще в прошлом году и неоднократно это говорил. Лично сам тоже готовился и заранее учел подобные риски и рекомендовал также и вам учесть такие сценарии. Поэтому я сейчас уже ничего делать не буду. Спасать безналичные доллары и евро в российском контуре мне не придется. Эти риски я учел заранее и мне сейчас пишут в комментариях благодарные зрители, которые тоже прислушались к моим роликам тогда и также грамотно и своевременно учли эти риски уже сравнительно давно. В свое время я даже существенно снизил позиции по юаням и тоже говорил об этом на канале в прошлом году и на публичном канале чуть подробнее в инвестклубе. Такое точно было. Так вот, Мосбиржа и ЦБ уже сейчас делают заявление о том, что проблем с определением курсов валют не будет. Изменится механизм курсообразования, появятся валютные внебиржевые торги. Подавляющее большинство людей все это даже и не почувствует, особенно те, кто не покупал валюту на бирже. Они и дальше смогут купить и продать доллары и евро в банках. При этом, скорее всего, разница между покупкой и продажей снова немного подрастет. Это, конечно, минус, но точно ничего страшного в этом нет. Те, у кого на брокерских счетах завесли доллары и евро, похоже, испытают неприятные эмоции. Я пока не готов сказать, получится ли их без проблем вывести на внебиржевые торги и там продать, или вывести на банковские счета. Очевидно, что ответ на этот вопрос скоро появится. А пока мы увидим постепенную стабилизацию эмоций вокруг валютного рынка, уверенно вам заявлю, что на сейчас, на сегодняшний момент, предпосылок для роста курса доллара до 120 рублей нет. Фундаментальных точно нет, есть только случайно в моменте на эмоциях. Поэтому в создавшейся ситуации очень сильно и конкретно порекомендую вам не бежать в обменники за валютой, чтобы купить доллары и евро по заметно завышенному курсу. Дело в том, что конкретно у меня сейчас нет уверенности в том, что курсы валют теперь однозначно должны повыситься в рублях. Да, временно на эмоциях это вполне может произойти. Но потом надо будет снова внимательно смотреть на баланс экспортных и импортных валютных потоков, а тут неопределенность резко возросла, потому что прилетевшие санкции могут еще больше осложнить взаиморасчеты с другими странами за импорт и экспорт. Но при этом большие экспортеры сырья и энергоносители с такими проблемами могут справиться быстрее, чем множество мелких импортеров. А это может означать перекос того самого баланса, снижение импорта и как следствие укрепление рубля. Я об этом эффекте говорил уже неоднократно в своих роликах про курсы образования. Я не настаиваю на том, что именно так и произойдет, но предпосылки к развитию такого сценария сейчас имеются. Так что торопиться покупать доллар на перспективу или потому что вы чего-то там испугались я бы не рекомендовал, так как имеется немалая вероятность дальнейшего укрепления рубля. Но такое укрепление если и возникнет, то однозначно будет иметь временный характер, то есть будет длиться до тех пор, пока импортеры не освоят платежи в новой санкционной реальности. Так что сейчас дергаться до прояснения основных тенденций на валютном рынке может оказаться себе дороже. Со временем после периода повышенной волатильности, ожидая возврат курса доллара к досанкционным значениям, и постепенно начнут появляться фундаментальные причины к равномерному ослаблению рубля в средней сроке, то есть к движению в сторону 100 рублей за доллар. А на сегодня это все. Успех финансовой независимости. Это пребудет с вами сила сложного процента.